Друзья, привет! С вами Наталья Смирнова, финансовый блогер и основатель лайн-школы по личным финансам number1school.ru. Я думаю, что если вы следите за новостями финансового мира, то знаете, какое событие потрясло финансовые рынки в конце марта 2021 года. Это крах крупного хедж-фонда Archegas Capital Management. Этот фонд был известен баснословными доходностями, которые приносил своим инвесторам в 2020 году и в начале 2021. Его стратегия была следующая. Он использовал довольно солидное кредитное плечо, где-то 1 в 5, и делал акцент на акциях китайских технологических компаний. Конечно, стратегия показывала такие результаты по понятным причинам. В 2020 году мы знаем, что это, в общем-то, был год бума акций технологических компаний. Ну и этот бум продолжался где-то примерно до первого квартала 2021 года. Но в марте что-то пошло не так. Несколько причин для этого. Первое, в Китае регулятор начал постепенно сворачивать стимулирование экономики, чтобы не допустить перегрева. Естественно, китайские рынки пошли несколько вниз. Это первое со стороны американского регулятора тоже были претензии к китайским компаниям. Ну и плюс ситуация на китайском рынке с Алибабой тоже подогревала, скажем так, риски. И с учетом всех этих множественных факторов, китайский рынок пошел вниз в марте 2021 года. С учетом того, что фонд Арчегас Кэпитал Менеджмент держал все позиции с плечом, естественно, он попал на маджин колы. Не смог пополнить депозиты, чтобы его позиции не крыли его кредиторы. И в результате началась распродажа. Акции китайских технологических компаний рухнули. Кто-то на 20%, кто-то на 30%, кто-то даже на 50%. А также довольно сильно просели акции финансового сектора крупнейших банков мира. И особенно двух. Это японский банк Намура и швейцарский Credit Suisse. Почему именно они? Вся проблема в том, что именно они были крупнейшими кредиторами фонда Арчегас Кэпитал Менеджмент. И по мнению аналитиков Намура, у банка по итогам краха этого фонда будет убыток около 2 миллиардов. Ну а если говорить по Credit Suisse, они оценивают свои убытки от краха этого фонда на уровне почти 5 миллиардов. То есть все достаточно серьезно и нездорово. Что мы с вами можем вынести из этой ситуации? Ну первое довольно-таки очевидное, это не надо инвестировать в фонды, стратегии, у которых вы до конца не понимаете, которые вы до конца не изучили и не знаете, есть там кредитное плечо, нет, какое и какие конкретные эмитенты находятся внутри фонда. Не надо ориентироваться только на доходность. Мое глубокое убеждение, все-таки вот фонды, которые являются биржевыми, которые ориентируются на индекс, это самое прозрачное, что может быть. Хотите какой-то добавить, ну, креатив в портфеле, да, на сумму, которую вам не жалко потерять. То есть такие фонды не могут занимать существенную часть вашего портфеля. Это первое. Второе. Естественно, мы можем поучаствовать с вами в распродаже, которая началась по итогам банкротства этого фонда. Я бы выделила, наверное, три акции, которые, с моей точки зрения, интересны для покупки в ближайшее время. Но сразу скажу, что это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. И покупать эти акции или нет, по какой цене и на какую долю портфеля, вы должны принимать решение самостоятельно. Первое. Я из всех, скажем так, задействованных компаний в этом крахе выделяю только голубые фишки своего рынка. Это первое. То есть какой-то трэш я, в принципе, не включаю. Второй момент. Мы в них заходим только на свои деньги, без какого-либо плеча, пожалуйста. Потому что ситуация все еще сохраняет определенную долю нестабильности. И я не хочу, чтобы вы повторили судьбу Archegas Capital Management. И последнее. Но не по значению. Во все три бумаги мы можем заходить не один раз. И, скорее всего, это будет раза два, а то, может быть, и три. А теперь детальнее. Первая бумажка. Это, наверное, будет Baidu. Это аналог Гугла, только в Китае. Крупнейший поисковик в Китае. Эта бумажка довольно сильно просеяла. Больше, чем на 20% из-за краха Archegas Capital Management, который ей владел. В принципе, фундаментальный эмитент стабильный. Но, естественно, вы должны понимать, что, скорее всего, на восстановление может потребоваться года полтора и более. Поэтому по-быстрому отскочить, возможно, что и не получится. Во все три эмитента, которые я сегодня назову, нужно быть готовым инвестировать где-то года полтора и более. Майду, да. Но, если говорить про вход, я бы, наверное, делала первый вход в ближайшую неделю. И второй подготовила где-то на конец апреля, после 22-25 числа, когда будет отчетность по компании. И плюс дополнительно нужно посмотреть, насколько будет разворачиваться ситуация с Alibaba дальше. Потому что косвенно это тоже может повлиять на китайский рынок в общем и целом. Поэтому это минимум два входа. Второй эмитент, на который я бы обратила внимание, это японский банк Namura. И здесь тоже два входа минимум. Почему? Первый, наверное, в ближайшее время. Второй, после 22-25 апреля, когда будет опубликована отчетность за первый квартал. Почему? Если отчетность окажется хуже ожиданий, хуже тех убытков, которые сейчас озвучил банк, как они предполагают результаты за первый квартал, то тогда будет коррекция и вы сможете докупиться. Если результаты будут лучше, чем сейчас ожидает банк, то тогда, естественно, вы можете не докупаться, потому что акции пойдут вверх после публикации отчетности. Поэтому планируйте минимум два входа в ближайшее время и после 22-25 апреля. И последний, но не по значению, естественно, это Credit Suisse. Credit Suisse тоже минимум два входа. Первое, это в ближайшее время, второе, после 22-23 апреля, у них, по-моему, 22 апреля отчетность. И если они действительно рапортуют об убытке где-то около 900 миллионов долларов, то тогда, и даже больше, то тогда акции пойдут вниз и можно будет докупить. Если убыток будет меньше и результаты будут лучше, то акция пойдет вверх. Credit Suisse интересен еще и тем, что сейчас возобновились слухи об их объединении с UBS, тоже крупным швейцарским гигантом. И если это произойдет, акции тоже пойдут вверх. Поэтому Credit Suisse фундаментально интересен еще и с этой точки зрения, с точки зрения потенциала объединения с UBS, который в ситуации с Archegas Capital Management не пострадал. Все эти три бумаги, их ICIN-коды я, естественно, размещаю в комментариях к этому ролику. Но еще раз повторюсь, что это не является индивидуальной инвест-рекомендацией. Могу от себя лишь только сказать, что я бы не советовала больше, чем 5, максимум 10% портфеля иметь на каждого из этих эмитентов. А с учетом того, что в каждого заходить, наверное, минимум 2 раза, то первый вход должен быть не более чем 5% в портфеле. И второй, соответственно, тоже не более чем 5% в портфеле, что в совокупности у вас не более чем 10% вашего портфеля приходилось на каждого из этих трех эмитентов. Где покупать? Если мы говорим про NAMURO и Credit Suisse, к сожалению, это только для квал-инвесторов, потому что они не торгуются на российском рынке. И поэтому, если вы работаете через российского брокера, вам надо выходить на зарубежные рынки, это для квалов. Если вы не квал, но прям жажете их купить, тогда, соответственно, вам нужно открывать брокерский счет у зарубежного брокера и покупать через него. Что касается Baidu, то этот эмитент торгуется на российском рынке и доступен для них квалов, поэтому, пожалуйста, можете в него инвестировать, даже если вы не являетесь квалом, без каких-либо проблем. Ну что ж, друзья, на этом все. Расскажите, что вы думаете и немножечко для затравки. На этой неделе очень скоро я выпущу обзор по компании Alibaba, которая недавно столкнулась с солидным штрафом со стороны китайского правительства. Что с ней делать, что нужно ли ее рассматривать для своего портфеля и так далее. Может быть, у вас есть еще какие-то эмитенты или ситуации, которые вы бы хотели, чтобы я разобрала. Напишите мне об этом в комментариях, я очень буду ждать и спасибо.